что юрий евгеньевич я уже вызвал участкового посредством вот сап нет они три раз уже попадаются угрожали меня аллахом конечно тут все три у нас пусть скачу все три магазина а не кладите идите вы него можно мы вам разрешаем конечно такова администратор сегодня в месте так так срочет спасибо что не отравили меня Ой, у вас еще немного. Если бы я хотел вас наказывать, поверьте мне, вы бы наказались. Да, конечно, мне делать нечего. А вам есть что делать? Систематически. Не, мы можем по-другому поступить, если вы хотите наказаться прям за всем. И вам. Извинения забыли. Не зря. Магазин «Пикси». Улица Вишняковская, 29. На этой ряде это последний магазин, торгующий продуктами. И все, получается, магазины тут практически. Магнит, «Пятерочка» и «Дикси» торгуют просроченным детским питанием. Просроченным более чем на месяц, почти на полтора месяца. 31-10, 15-11 закончилось. Последний там, что Юрий Евгеньевич. И получается, только в 15-11. Ну, как бы с такими, так сказать, с теми, кто торгует детским питанием, мы никаких переговоров не ведем. Тем более, магазин не первый раз попадается на просрочки. Первые два раза были нормальные. А потом, ну, мне угрожали Аллахом, тут я думаю, это вставлю в видео, да, что Аллах меня накажет. Ну, посмотрим сейчас, кто кого накажет. Вот, я считаю лично то, что Всевышний должен наказать, естественно, тех, кто торгует просрочкой, травит детей. Вот. Конечно, да. А не тех, кто людей спасает от этой всей фигни. Как всегда, они уже не могут починить, а? Зачем вам эти ящики? А? Зачем вам эти ящики? Че, зачем? Зачем вам эти ящики? Ну, как зачем? Я уже сходила в магазин, у меня там помидоры. А вы собираетесь что-то вырвать? А? Вы собираетесь что-то вырвать? Не собираетесь. Ну, тогда идите, я вам разрешаю. Ааа. Вы будете следить? Конечно. Я буду вас защищать. Охренеть, уж сколько людей ходят и не могут пройти без этих ящиков. Зачем они вообще нужны? Вам тоже ящики нужны? Вам тоже ящики нужны? Да. Не волнуйтесь. Вас никто не обвинит в краже, пока мы тут. А мы тут надолго. Помогите. Не переживайте, вас тут никто не тронет, пока мы тут. А мы тут надолго. Сейчас я за задумку помогите мне. Давайте, помогу вам. Да. Вот там еще. Вот там что-то есть. Вы вот сюда что-то сложите. Вот. И там еще. Вот. И все, да? Там будет. Нет. Там еще эти. Да. Газетку, да? А газетку где? Вот эту сюда сложу. Давайте. И все, и пойдем. Правильно? Да. Самый виноватый. Здравствуйте. Павел Владимирович, правильно? Здравствуйте. Правильно? Да, все верно. Здравствуйте. Ну вот, собственно, просроченное детское питание. Еще продукты. В 44-м полиции, старшкин. Я бы сразу обратился к папе. Так. Собственно, просроченное детское питание. Нужен дознаватель. Участковый сейчас в прокуратуре занят. Я ему звонил. Вот. Нужен дознаватель. Или следователь, чтобы осмотр, изъятия все дела. Тоже, да? Да, да, да. Будет. Тут детское питание. Тут написано до. Ну я там споткал. Там прописано, видно, что... Да, до 15-го, до 31-го, до 15-го, до 15-го, до 15-го, до 15-го, до 15-го, до 15-го, до 15-го. Сейчас дежурная часть сообщил. Угу. Заявление писать будете? Конечно. Сейчас, будем заявление дам. Павел Владимирович, сейчас пишите заявление, принимаю заявление. Угу. Угу. Группа находится сейчас на выезде. Угу. 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 не хватает сотрудников знаете я то есть это не ваша вина да не про детском питании ну то есть установлен что он отвечает за сроки годности за все просто больше чем на месяц просрочек дело в том что есть такая уголовная статья у нас за просрочку за продаж детского питания для детей до 6 лет просрочено вот вас вызвут на опрос вы это укажите пожалуйста что не вы ответственно укажите ответственное лицо чтобы привлекли именно виновных если вы действительно не виновны дело в том что третий раз вот у вас тут находим просрочку вот и как-то изменение к лучшему не особо заметно постоянно тут администратор правильно пока да но вы сделаете какие-то выводы и улучшение к лучшему будут точно будет правильно но это надо делать не только единоразово регулярно вижу какой бардак туда вижу как у вас пенсионеры боятся заходить с телевизором они сижу в кабинете это очень хорошо я просто знаю как как вы видите как искать просрочку и чтобы проверить магазин это не очень такой прям трудозатратное время затратное дело поэтому будьте добры исполняйте эту функцию так сказать регулярно да потому что чтобы но не травить людей то сидела но очень хорошо что вы адекватно к этому относятся в отличие от ваших коллег из пятерочки и магнит меня это сейчас нарадует но еще больше меня порадует если тут никогда больше не будет просрочки хорошо и кстати я видел дикси ну правда мало дикси но два дикси где вообще не просрочки хотя персонал там такой же то же самое все зависит все от вас зависит пишите головной офис на что вам предоставили штат щите там каждый день пока он не предоставит потому что в итоге отвечать за это будете вы сожалению так что надо добиваться том числе из-за свои трудовые права бороться а иначе тут не выжить а вы как считаете продавать просрочное детское питание это нормально нормально она ничем не отличается от того что изготовили вчера нисколько это под с пальмовым маслом она может быть годность и несколько лет вот его положили на пять лет через пять лет такой если считать никакой общественной опасности нет вот опасность в том что и так изготовили спорта ну то есть так и так она опасно вы считаете про мужчин мужчина она интересует один единственный вопрос это это пальмовое масло я даже все остальное я интересую я а все остальное ерунда с пальмовым маслом и что паспорт если вы нет нет не надо мы это я вы слишком мелкие чтобы я бы не стартапрезидент по этому поводу писал поэтому да путин лично приедет изымает просрочку вы зря так улыбаетесь посмотрим когда путин не будет что про него вот и говорить паспорт не годзу нем в уголке потребить ну так отвечать на отзывы смотрите в вашем присутствии присутствует второго это молочная продукция детское питание у которых срок годности либо истекает сегодня либо уже есть у для проведения дальнейшей проверки я прошу подробно у вас там нет товаров которые истекали сегодняшнюю дату крайне но ради бога там указана дата 12 и 12 я просто потому что это в итоге нам изъят давайте я вам все читаю это питьевые йогурты сливки, сыры, детские молочные коктейли детские печенья это детское питание сыворочные вот эти вот различные коктейли сливки, сыр, сыр, флаг и йогурт в общем вся молочная продукция за исключением детского печенья а также чек туда можете написать чек Юра а там твой чек уже есть да? вот смотришь? нет? давай твой чек тоже допишем и вот два мы вас разделали? нет у вас разделали? нет два чека ну что вы смотришь? это старший в магазине администратор администратор старший в магазине вот слушайте, вот там ценники это 69 она 34 ну зачем? там разберите ценники она 34 а там 69 нет адекватная девушка я надеюсь она на видео в порядок прям надеюсь прям верю верю у меня нету столько сил я вам скажу придется я одна все сделать не могу пожалуйста так иные участвующие снизу да там просто происходил какой-то гражданин гражданин или гражданка да? которая проклятиями Аллаха сыпала да там женщина была какая-то но она кассировая вот это нехорошо потому что Аллах Он неуполномоченный на нас проклятия не действует а некоторое такое неудобство осталось поэтому это всё происходит у нас же свои бочки там знаете разные люди здесь у нас это кодексы называются да? спросите да для в том что тут продается просроченная продукция в том числе и детское питание и вот ну спалили да и я ли уже ну вот видите аккуратненько тут и вообще во всех магазинах этой сети потому что но не сети и сети тоже на вот этой вот линейки все магазины да да и там персонал еще ханит но они считают что люди которые купили просрочку они сами виноваты что не посмотрели они рабы система состоит из людей так мы все за счет вы нам очень нужны как добропорядочные сотрудники надеюсь что просрочено больше не будет и мы с вами больше по этому поводу не увидимся хорошо как вы зовут ольга все ольга вы прям ваши честные глаза я верю и можете в чатике там магнитом пятерочкам написать что вот вы заслуживаете прощение снисхождение они нет как говорится что там мы попадем в рай они просто сдохнут всего добра здрасте вы меня конечно извините но здесь тротуар здесь машины эвакуируют просто хочу вас предупредить когда их ну вот минут через пятнадцать я думал павлик ничего ходить паркуйтесь а вы уже вызвали качество я прощаюсь хочу предупредить павлик не мороза все начали почти вон там место есть можете вон там встать ну вот ребятушки проблема одна у дикси у пятерочку магнитов отношения к ней разные мне кажется вот эта девушка ольга она постарается по крайней мере исправить ситуацию в этом магазине будем надеяться еще придем проверим ее ну а вы ребята поставьте этому видео лайк подписывайтесь на канал поставьте колокольчик и подписывайтесь на наш инстаграм и телеграм-канал ссылки все в описании все боритесь за своих правах всем пока юрий евгений был ну и я павлик